Если до этого считалось, что надо общество контролировать поток информации для того, чтобы манипулировать общество, то сейчас, в 21 веке, с неожиданностью обнаружили, что общество само готово контролировать себя. Что, оказывается, мозг человека готов сам отсекать нежелательную для него информацию. Оказывается, что внедренные за прошлые века стереотипы сознания, они ценны обществу. И общество не будет искать в интернете информацию, чтобы в этом разувериться. Люди готовы обманываться и с радостью обманываются. Вот это с неожиданностью мы обнаружили очень явно в период украинского кризиса после февраля 2014 года, когда, пожалуйста, интернет русский свободен, и можно читать все украинские информационные каналы, даже на украинском языке, и все международные, и даже на русском языке, простите, все международные каналы. Но, тем не менее, люди читают то, что им нравится, верят в то, что они хотят верить, и поддерживают то, что им предлагает государство. Поддерживают не из-за того, что их обманывают, а из-за того, что они готовы обманываться. Более того, в этом возникает даже такой момент, что люди знают, что они говорят неправду. Ну, скажем, все знают, что российские военные войска есть, но были на Украине и есть на Украине. Вот. Что они принимали участие в, помню, Дебальцевском сражении, в сражении под Головайском. Никто в этом не сомневается из-за зумных людей. Но, если вы это сказали бы в те времена публично, на вас бы набросились, как на предателя. Все знают, но ты молчишь. То есть, это круговая порука уже общества, не власти. Не власть бы набросилась, а само общество в интернете, в том же Фейсбуке, ВКонтакте, на той судьбе у тебя. То есть, мы обнаруживаем явление намного более серьезное, чем железно информационный занавес, навязываемый государством диктаторским. Это со своими руками создающийся шорох, чтобы не видеть правду и обманываться неправдой, потому что она мила и близка твоему сердцу. Продолжение следует...